COVID-19 захватывает все на своем пути. Маски и перчатки бесспорно необходимы. Но почему мы забываем об одной из самых эффективных мер защиты? Прервать распространение инфекции можно же с помощью дезинфекции. Булат Ломожапов – инструктор-дезинфектор, главный в своей бригаде. Каждый день с команды они спасают людей от возможного заражения. Их главное оружие – дезинфицирующее средство. Как называется этот аппарат? Называется «Штром». Холодного тумана получается аппарат. Называется «Штром». Можешь объяснить принцип работы? Методом распыления получается. Обрабатывается все помещение. То есть охватывает полностью воздух, соответственно, обрабатывается все ручки, все поверхности. Это магазин ритуальных услуг. Как пояснили сотрудники, посетителей с каждым днем становится больше. Чтобы обезопасить свое рабочее место от коронавируса, они заказали профилактическую дезинфекцию. В этом небольшом помещении удобнее ручным квазаром. А те, которые большие помещения, большие площади, открытые большие пространства, то лучше «Шторма». Мне стало интересно, сложный ли это процесс. И я напросилась хотя бы на несколько секунд стать дезинфектором. Тем более я точно знаю, что аллергии на хлорку у меня нет. Нужно все стулья, полы. Все стулья, все поверхности. И даже вот здесь под столом. Под столом. Все ручки вот этих ящиков. Потому что они руками держатся, хватает. Трудно оценить сложность работы за несколько секунд. Тем более специалисты делают это в специальных защитных костюмах и по несколько часов в день. Заявок бывает очень много. Иногда с утра даже на одну из трех бригад приходят заявки. Более 10 заявок. На электронную почту нам заявку дистанционно отправляют. С указанием площади, помещения какие. Это платно или бесплатно? Это платно в услугах. Мы работаем на основании заявок, которые к нам поступают от организаций и предприятий. Также мы принимаем заявки с поликлиник. В очагах инфекционных заболеваний, таких как новая коронавирусная инфекция, используется хлорсодержащий и кислородисодержащий дезинфицирующие средства. Дезинфекция бывает трех видов. Профилактическая, текущая и заключительная. Если в вашей семье есть заболевшая COVID-19, в этом случае необходимо текущее. При амбулаторном лечении медицинский работник организовывает текущую дезинфекцию. Выделяет на это какие-то препараты, кислород содержащие препараты. Заключительная дезинфекция необходима после выздоровления. Направление также можно взять у своего лечащего врача. А вообще дезинфекцию можно и нужно проводить своими силами. Только обычная хлорка из магазина не подойдет. Для коронавирусной инфекции необходима определенная концентрация хлора. Такое средство можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах. При использовании следует строго соблюдать инструкцию. Два раза в день протирайте все поверхности в доме, включая дверные ручки, столы и стулья. Может быть, они не понимают всей значимости этой процедуры. Думают, что она не важна. Поэтому не надо лениться. Нужно брать тряпку, дезинфицирующее средство и проводить дома уборку. Алтана Мункуева, Максим Казаков, телекомпания АТВ.